Всем привет! Сегодня решил вам рассказать о том, с чем я недавно столкнулся сам. У меня произошла ситуация, что на одном из аккаунтов произошла блокировка в Telegram. И сегодня я расскажу, что и как, почему, что для этого надо делать, как делать так, чтобы этого не произошло. В общем, история была следующая, что пришла блокировка, и блокировка на телефоне выглядела примерно, по-моему... Сейчас где-то я видел эту картинку. А, вот так вот. Вот этот номер телефона заблокирован, и всё, и ничего. То есть ты вводишь номер телефона, и тебе пишут блокировка, там есть кнопка типа помощь, и всё. Ты открываешь эту кнопку помощь, пишешь сообщение, кто-то пишет то, что типа надо написать какое-то супер важное сообщение для техподдержки. Сама техподдержка пишет сообщение то, что типа здесь все работают волонтеры. Дуров об этом тоже когда-то говорил. В принципе, я считаю то, что, наверное, техподдержки Дуров может быть какая-то и есть, но для того, чтобы поддерживать само приложение, а не для того, чтобы проверять в ручном формате блокировки каждого аккаунта. Тем более, что в последнее время я обратил внимание, что много пользователей, с кем я вообще когда-либо общался в Телеграм, их аккаунты стали удалённые. Я теперь понимаю, почему они стали удалённые, потому что они нарушили ряд и порядок какой-то определённых действий. При этом, что есть какое-то пользовательское соглашение, вот, например, на таком сайте, есть пользовательское соглашение, ссылающееся на Телеграм, СССР и тарататна. Значит, администратор такой-то, он всё это разъясняет, что, где, какие тут, значит, соглашения, всё такое прочее. В принципе, наверное, здесь есть предварительно описанные обязанности пользователя, и тут написано то, что здесь, в принципе, наверное, нельзя ругаться матом, порнографию публиковать, но все, наверное, прекрасно знают, что в интернете и в Телеграм можно найти достаточно много разных каналов на разные тематики, они почему-то все существуют. Я столкнулся с этой проблемой, потому что сделал публикацию в публичном пространстве, и там через какое-то время мой аккаунт был заблокирован. Потом в итоге я нашёл информацию, что, оказывается, есть какой-то определённый алгоритм Телеграм, который, если ты лайкаешь очень часто, если ты ставишь очень много, очень много репостишь, если ты делаешь ссылку собственного, даже собственной рекламы, если у тебя есть какой-то магазин, то всё, система может тебя посчитать баном, ой, не баном, ботом, и, соответственно, твой номер может быть заблокирован. Если твой аккаунт заблокирован, ничего хрен с ним, ты можешь просто взять, удалить сам аккаунт, и снова зарегистрировать аккаунт. Но блокировка её идёт именно через номер, и, как бы, вот, что делать дальше, вообще непонятно. Все пишут то, что можно столкнуться с тем, что ты можешь купить просто, придя в какой-нибудь салон сотовой связи оператора, неважно в какой стране, ты покупаешь сим-карту, и, соответственно, регистрируешь её тут же в Телеграм, а в Телеграм тебе пишет номер заблокирован. И в данном случае ты ничего даже сделать не можешь, ты можешь написать, ты не можешь даже написать спам инфоботу, который, типа, это официальный бот у Телеграм. Он прочитает это сообщение, я написал это сообщение в Телеграм, и этот бот так и ничего до сих пор по поводу моего аккаунта и не ответил. И он даже на другие какие-то мои вопросы, он тоже не отвечает, зачем он нужен, в принципе. Там, конечно, да, вот я говорю, вон там написано, что есть, ну вот он, я такой вот написал, что я хочу подарить премиум, я хочу обратиться к волонтёрам. Мы стараемся отвечать поскорее, но ожидает не займёт некоторое время. Пожалуйста, подождите, волонтёры с поддержки Телеграм постараются ответить на ваш вопрос как можно скорее. Либо нажмите на кнопку старт или вернуться в факт, ну, в блок, где есть различные вопросы. При этом, что в этом разделе факт нету самих правил пользования Телеграм. То есть то, что ты можешь, то, что ты не можешь, по сути, потому что ты можешь зарегаться не через приложение в Телеграм, ты можешь зарегаться, например, через браузерную версию, и тогда там нету пользовательского соглашения как такового. Какие правила в итоге ты нарушаешь, какие есть вот эти вот алгоритмы, которые тебя могут посчитать как бота, который ты выполняешь ежедневно, потому что если вы с этим сталкивались хоть раз, то в интернете есть, например, там у Инстаграма была такая фигня, что человек постоянно листал ленту, лайкал, 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 и его банили из-за того, что, типа, человек слишком активно лайкает посты, и, типа, система посчитала его ботом или каким-то роботом. Вот, хотя на самом деле человек был вполне живой и реальный. Поэтому, в принципе, если вы не хотите с этим сталкиваться, с блокировкой, рекомендую вам купить премиум, и тогда к вам система будет относиться более лояльно, потому что все говорят, что премиум может решить этот вопрос. Ну, потому что таким образом вы получаете право на платную услугу, платная услуга немножко по-другому рассматривается в данном случае, и как-то может помочь спасти ваш номер, ну, если вам он вообще какую-то имеет ценность. А так, в принципе, решения проблемы нет, и как в данном случае поступить, кому писать, тоже непонятно, потому что даже люди, которые имеют какой-то особый статус в Телеграм, не всегда даже способны что-то сделать, когда их копируют контент, или же происходит что-то не очень хорошее с их контентом в сети Телеграм. Я тоже об этом сталкивался, и люди вот пишут, что, типа, меня разблокировали, там, еще что-то. На самом деле, таких, чтобы разблокировали, таких случаев вообще очень мало. Я даже не знаю, какие должны быть примеры, чтобы вот в интернете можно было прочитать, что, да, действительно, мой номер телефона разблокировали. Таких вот прям нет. Есть как не, что делать при заблокировке, но лучше это видео посмотреть для того, чтобы понимать, что вас могут в любой момент заблокировать, даже несмотря на то, что вы можете вообще им не пользоваться, ну, или пользоваться редко и общаться только с мамой или папой, или, там, с ближайшим родственником. На ваш аккаунт могут просто пожаловаться, и, может быть, это какое-то искусственное быть, или просто случайно. Ну, может быть, и даже такое. Такие случаи были, поэтому будьте аккуратны, следите за тем, что вы творите в интернете. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok